Похоже, там находился порт. Мы уловили крики прибрежных птиц и характерные для порта взрывленные людской суеты. После долгого при заброшенных садах мне хотелось поскорее увидеть людей. Хотелось коснуться цивилизации, где все было так предсказуемо и знакомо. Мы вышли на город. Из-за шума волн, шагающей по песку морей, приходилось кричать. Она сняла свои высокие черные сапоги и перебросила их через плечо на спину. В ее голосе чувствовался восторг и легкость, о чем мне оставалось только мечтать. У меня наступило физическое истощение. Все тело ныло, а рана начала безумно болеть и к тому же кровоточить. Но я продолжал идти, пока это было еще возможно. Арагона резво металась по песку от Марии ко мне и, казалось, на ее полусобачьей полуволчьей морде время от времени вырисовывалась заразительная лукавая улыбка. Со стороны берега над деревьями зависла туча, а со стороны моря в щели между облаков проглядывало солнце, готовившееся перейти в стадию заката. С моря повеяло вечерней прохладой, воздух заметно посвежел. Неподалеку от нас на каменном причале стоял корабль. Трехмачтовый барк коричневого цвета с поднятыми парусами манил меня к себе. Я задумался, как бы хорошо сейчас было взойти на его борт. От этих мыслей у меня на лице появилась мечтательная улыбка. «Планируешь удрать?» Отвлекла меня от этих дум Мария, искосо поглядывая на меня и пряча ехидную улыбку. «Нет». Тихо и с легкой грустью в голове ответил я. «Хорошо. Ты выглядишь бледным. Тебе плохо?» Она явно была обеспокоена. «Мой организм не рассчитывал на такие нагрузки, и он еще очень слаб», — сознался я. Мария подошла ближе и, положив руку мне на плечо, серьезно заглянула в лицо. «Сейчас зайдем и решим кое-какие дела. Перекусим, и я отведу тебя в замок к доктору». План дальнейших действий немного успокоил меня, и я продолжил идти. Мы миновали порт и попали практически в самое сердце города. Но надолго в этом населенном месте мы не задержались. И вскоре я увидел уже знакомое мне место — таверна «Хромой конь». Здесь снова, как будто согласно давнему обычаю, шатался хромающий от выпитого посетитель. Никогда не понимал таких людей. Мы подошли ближе к заведению, но снова проигнорировали главный вход и воспользовались черным. На сей раз тут никого не было, и мы без помех прошли внутрь. В помещении было довольно пусто. Мы продвинулись вглубь заведения, и тут со стороны кухни послышался грохот металлической посуды. Через мгновение в дверях появился бородатый хозяин. «Мария!» — прокричал он своим хриплым голосом, и на его лице появилась вымученная улыбка. «Принесла?» «Да», — ответила она и достала из-за пояса сверток, найденный нами в подвале. «Хорошо, они уже здесь». Он тревожно кивнул в сторону кухни и негромко сказал, «Тебе лучше скрыться. Посиди в кладовой». Немного склонившись вперед, хозяин взял у нее сверток. «Идем!» — строго приказала мне Мария. «Но», — возразил было я, — «вопросы позже». Схватив меня под руку, она потащила меня вдоль всего заведения. Зайдя в подсобное помещение, где горела одна-единственная свеча, Мария посадила меня на бочку, а сама присела на корточке к Арагоне и, поглаживая что-то, шепнула ей на ухо. «Ждем!» — коротко сказала она мне, поднеся палец к губам. Некоторое время мы сидели в полной тишине. На лице Марии отражалась легкая тревога. Казалось, она прислушивалась к происходящему за дверью. Послышался громкий голос хозяина таверны, перерастающей в какую-то брань. Затем он снизил тембр и даже коротко засмеялся. Вновь воцарилась тишина. Звуков из-за двери почти не было слышно. Сидя на бочке и облокотившись на нее здоровой рукой, я смотрел на Марию и ждал от нее хоть каких-нибудь действий. Ничего не происходило. В какой-то момент она подняла голову и встретилась со мной взглядом. Выдержав небольшую паузу, за которую мне показалось, что она проникла в самую душу, Мария слегка улыбнулась одними уголками губ и отвела взгляд. А затем снова посмотрела на меня, как будто пытаясь оценить мою реакцию. И тут послышались шаги. Дверь отворилась, и за ней показался хозяин таверны. Они ушли. Оглядев нас, сообщил он. — А кто это был? — наивно поинтересовался я. — О, ужасные люди! Тебе лучше не знать о них, парень! — От них я удирала, — дополнила Мария. Мы вышли в зал, и, пройдя по нему, сели на свои прежние места возле барной стойки. Хозяин открыл двери главного входа и скрылся на кухне. — Так кто же это такие? И что ты им передала? — глядя на Марию, спросил я. — Ты точно хочешь это знать? — она посмотрела на меня так, как будто я ненормальный. — А почему бы и нет? Моя спутница еще раз окинула меня оценивающим взглядом, будто уточняя, заслуживаю ли я знать правду. Потом все же начала говорить. Они прибыли из самой Индонезии, переплыв весь Тихий океан. Очень необычные и опасные люди, небольшого роста, в странных доспехах и с мечами. В поющих садах, одновременно с добычей драгоценных капель из фонтана, я совершила обмен. Не считая смотрителя фонтана, там обитает еще один человек. Он содержит плантации опиума. Ему удалось вывезти очень мощный сорт наркотика. Его-то я и забрала. Тем количеством, которое ты видел, можно отравить целый город. Но можно найти ему и другое применение. Например, сделать своих воинов бесстрашными или просто продавать его. — А что же получил этот садовник? — поинтересовался я. — Материал для творчества. До этого маленькие низкорослые воины привезли семена. И я доставила их ему. — А что ты получила по окончании сделки? Я продолжал свой допрос. — А сделка еще не завершена. С дьявольской ухмылкой сообщила Мария. В этот момент в таверну вошло пятеро человек, расталкивая посетителей, которые вяло топтались на их пути. Я смог внимательно изучить только первого, вероятно, их главаря. Он был одет в меховую жилетку, под которой наперевес на ремне висел огромный тесак. Голова его была лысой, а на лбу завязан смотанный платок. Войдя, они обвели взглядом помещение и, увидев Марию, направились к нам. — Это здешние охотники и мои друзья! — восторженным тоном представила их Мария. — Без имен! — сурово перебил ее главарь. — Когда выдвигаемся? Мария взглянула в сторону кухни, откуда вновь вышел хозяин таверны. — Завтра вечером, друг мой! — ответил он вместо Марии. — Пойдем обсудим детали. И он взял его за плечо. О чем-то рассуждая, они удалились. — Выдвигаемся? — взглянув на Марию, недоуменно спросил я. — С их помощью мы завершим сделку. Вероятно, завтра отплывает корабль, на котором эти воины попытаются увезти товар. Там-то в море мы на них и нападем. Из кухни вышел маленько щуплый человек. Подойдя к нам, он поставил на стол две кружки рому. В руках у него также была бутылка, которую он понес хозяину. — Сейчас я принесу поесть, — сказал он. — Это помощник Тича. На корабле он юнга, а здесь, вероятно, повар, — сообщила Мария. — А кто этот Тич? — не понимая, поинтересовался я. — Тич Браун, хозяин этого заведения. — Ах да, я же не представила вас. Мария выглядела немного озадаченной. Казалось, она пыталась вспомнить его биографию, но я вспомнил ее раньше. — Тич Браун, рыжая борода. Помню этого пирата, — оживился я. Он дважды ухитрялся ограбить моих жертв раньше меня. — Так вы знакомы? — Лично не были. — А вот теперь да. Пятеро безымянных охотников встали из-за стола и направились к выходу, а Тич Браун подошел к нам. — Леонард, оказывается, знает тебя, — сообщила Мария хозяину таверны. — Интересно. Бывший пират присел за наш стол. Остаток вечера мы провели в заведении, обсуждая план нападения на корабль. Нам принесли еду, и, наконец-то, мне удалось подкрепиться. Через какое-то время Тич оставил нас вдвоем. Погода на улице окончательно испортилась. Пошел ливень. Мне, подозреваю, что и Марии тоже, хотелось вновь вкусить запретных камней жизни. Но я постарался скрыть свое странное желание и вообще побороть его. Но оно оказалось сильнее. Была примерно полночь, когда мы вновь приняли наркотик. Он был слабее, чем предыдущий. Но все же я ощутил какое-то облегчение, когда почувствовал, как он растекается внутри моей груди и позволяет забыть про ранения. На какой-то период времени мне померещилось море, разлитое у нас под ногами. Вокруг меня плавали странные рыбы. А на мгновение даже показалось, что в таверну вплыл корабль, который, впрочем, тут же исчез. Темнота продолжала сгущаться, и мое сознание растворилось в ней. Я вновь проснулся под утро. Краем глаза я увидел, как из-за стола вышла Мария, но не мог сообразить, реальность это или мне только кажется. Она обошла стол вокруг и негромким голосом начала приводить меня в чувство. «Леонард, просыпайся! Нам пора идти!» Нехотя я поднялся, и она вывела меня из заведения. На улице было пасмурно, но даже прохлада не помогала мне прийти в себя. Организм погрузился в состояние тяжести и сонливости, и мне вновь захотелось принять того средства, чтобы взбодриться. Когда мы, наконец, добрались до замка, то дворецкий Карл послал служанку за господином Леолоне. Увидев мое состояние, доктор совсем не обрадовался, но все же обработал рану и заменил бинты. Мария передала ему флакон с жидкостью, который мы добыли в садах, с объяснениями, для чего она предназначена. Доктор подумал и решил испытать ее на мне. Он отправился к себе и вернулся через некоторое время с каким-то отваром, которым еще раз обработал мою рану. Сначала я ничего не чувствовал, кроме омерзительного запаха, а затем пришла адская боль. Открыв глаза, я понял, что лежу на кушетке в зале, а надо мной стоит Мария и, кажется, трясет меня за локоть. «Просыпайся! Нам пора!» – негромко сказала она. Потом скрылась в своих покоях. Я невольно подскочил, пытаясь понять, что происходит и сколько сейчас времени. За окном начало смеркаться. Неужели я отключился из-за боли? Но, придя в себя, я заметил, что чего-то не хватало. Боль! Кажется, она исчезла. Я пошевелил рукой, сделав круговое движение локтем, и дотронулся до места, где была рана. Все же еще немного болит. Подумал я и не стал снимать качественно наложенную повязку. Мария вновь вышла из своей спальни. «Ну что, пришел в себя? Нам нужно спешить в порт, но перед этим надо вооружиться. И на сей раз как следует. Мы же планируем нападение на судно, на котором плавут опасные люди». Ее слова прозвучали несколько поучающе. «Да, я помню план», — коротко ответил я. «Окончательно приведя себя в порядок, мы с Марией спустились в подвал, где хранилось оружие, и, как следует вооружившись, направились в порт. Там нас уже ждала небольшая команда. Пятерка охотников расположилась вдоль перил каменного причала, а Тич Браун сидел на бочке в стороне. «Мы уже заждались вас», — пробурчал он, искоса поглядывая на нас. «Где собака?» «На сей раз я тщательно заперла ее. Она не должна выбраться», — ответила Мария, когда мы подошли поближе. «Хорошо, спускаемся в лодку», — скомандовал Браун нехарактерным для него спокойным тоном и показал на лестницу, ведущую вниз в сторону воды. Расположившись в лодке, мы начали отплывать от порта к кораблю, пришвартованному достаточно далеко от главного порта. Нам не хотелось попасться на глаза судну, на которое мы собирались напасть. Основная часть команды ждала нас там. Уже в сумерках мы заметили на горизонте огни нашего корабля и налегли на весла, чтобы поскорее добраться до него. «Сколько у нас времени?» — спросил я у Марии. «Совсем немного», — тихо ответила она. «Наконец мы были на месте. Судно показалось мне отвратительным, и на мгновение я даже поставил под сомнение весь план нападения. «А вы уверены, что...» — задал я вопрос в пустоту. «Ха! Ты недооцениваешь этот корабль!» — прохрепел Тич. «Это крепкая и надежная посудина. Между двух слоев дерева в корпусе идет слой железа, да и с вооружением благодаря Марии все в порядке». Мария ухмыльнулась и посмотрела в сторону, сподобающей девушке скромностью приняв заслуженную похвалу. «Мы зашли на борт судна, где нас встречал маленький помощник Тича. Первым делом я спустился в трюм и осмотрел орудие. Надо признаться, здоровенные пушки немного удивили меня. Они явно не обладали большой дальностью, но в ближнем бою и при метком попадании могли разворотить все судно противника. Я немного успокоился. Ко мне спустилась Мария и позвала наверх. На палубе собрались все участники будущих событий, чтобы еще раз повторить план. Он был не очень мудрым и затейливым. Мы собирались затаиться между скал и ждать корабль, который должен был проплыть мимо нас. В этот момент мы нападем. Главным козырем в нашем плане была внезапность. Мы надеялись, что команда на другом судне не успеет среагировать. Меня устраивало все, кроме одного. Я не знал, с кем нам предстоит столкнуться на судне и что конкретно мы ищем. Что ж, придется действовать по обстоятельствам. Мы подготовили орудия, зарядили пушки и открыли крышки портов. Стоял тихий вечер, и вода была на редкость спокойной даже неподалеку от скал. Поэтому перед появлением корабля нельзя было издавать абсолютно никаких звуков. Наша цель должна была появиться с минуты на минуту. И мы затаились в ожидании, как дикий зверь, караулищий свою жертву. Кто был капитаном корабля, мне так и не удалось узнать. Но Тич стоял у борта, вглядываясь за поворот, из-за которого должно было выйти судно. Он держал в руках огромный нож. Большинство находившихся на палубе, тоже практически не шевелясь, следили за поворотом. В какой-то момент мне показалось, что журчание волн усилилось, и через мгновение из-за скал появился корабль. Началось. Тич тихо рыкнул, чтобы все ждали и не издавали ни звука. Странное судно начало приближаться. Очевидно, на борту нас пока не заметили. Корабль действительно был необычным. Квадратные паруса черно-красных тонов, сложенные гармошкой, черная палуба угловатой формы и красные флаги в форме лент. «Огонь!» Внезапно прокричал Тич и махнул рукой, в которой находился нож. В ту же секунду раздался оглушающий, мощный грохот пушек. Я взглянул на Марию. Она, так же, как и я, немного пригнулась и зажала ладонями уши. Соседний корабль начал разносить в клочья. Из его палубы летели щепки и, может быть, даже кричали люди, но из-за немыслимого грохота ничего не было слышно. Через какое-то время наши орудия опустили, и команда матросов, которая находилась внизу, начала перезарядку. Соседнее судно раскачало от выстрелов по нему, поэтому их попытки нанести ответный удар потерпели неудачу. Лишь несколько ядер ухитрились попасть в борт корабля, но на этом дальний бой был окончен. Мы уже подошли достаточно близко для того, чтобы взять этот корабль на абордаж. Пока мы перекидывали крюки и трапы, ко мне подбежала Мария. Будь осторожен! У них много оружия для ближнего рукопашного боя, скрыта под одеждой, и она побежала по трапу. Оказавшись на вражеской палубе, Мария махнула шпагой по груди сразу двух противников, стоявших с той стороны. Я решил не терять времени и последовал за ней. Боец из меня сейчас был никудышный, даже несмотря на то, что рана на руке практически зажила. Пока я бежал по трапу, меня опережали те, кто перелетал с корабля на корабль на канатах. Прыгая на палубу, они сразу принимались резать всех людей, которых встречали на пути. Не успел я ступить на вражескую палубу, как на меня тут же напало два человека. Достав пистолет, я выстрелил в одного, а вторым занялся один из охотников, который перебегал с корабля вслед за мной. Расправившись с ним, я подумал про себя, что они не похожи на опасных головорезов, которых описывала Мария. Наверное, это были обычные матросы. Я стоял на палубе, и, как бы это ни показалось странным, бездействовал. Я просто застыл и смотрел на суматоху, которая происходила вокруг меня. Вдруг послышался удар по деревянной двери, которая с хрустом вылетела на палубу, и оттуда высыпали те, о ком предупреждала меня Мария. Они действительно были невысокого роста, и носили черно-красные доспехи. Их было не очень много, но они ловко раскидывали в разные стороны команду, с которой я напал на этот корабль. Нечаянно взглядом я наткнулся на свою компаньонку, которая, подобрав чье-то ружье, выстрелила в одного из них, но пуля, сбившая воина с ног, не причинила ему практически никакого вреда, и он тут же поднялся на ноги. «Это броня!» прокричала Мария, перезаряжая ружье, и выстрелила еще раз, на этот раз попав своей жертве прямо в лицо. «Стреляйте по открытым участкам!» Как только маленькие люди увидели, что один из них погиб, они тут же приняли боевое положение и выставили вперед руки в металлических перчатках с когтями и шипами. Один из них побежал прямо на меня с каким-то нелепым криком. Пистолет перезаряжать не было времени, и я достал из-за пояса клинок, приготовившись защищаться. С невероятным усилием я отражал удары, от которых летели искры. И вдруг соперник схватил своей железной перчаткой мой клинок прямо за лезвие. Все попытки вырваться из его стальной хватки оказались бесполезны. Я еще раз дернул клинок за рукоятку, но следом за рывком получил удар ногой прямо в грудь. На какое-то мгновение в глазах потемнело, и я оказался на полу. А надо мной нависла фигура этого воина. Мне удалось как следует рассмотреть черты его лица. Узкий разрез глаз, жиденькие усы и маленькая бороденка черного цвета. Он замахнул со своей перчаткой и приготовился нанести мне удар, очевидно, последний. Но тут его кто-то схватил за руку и перебросил назад. Этим кем-то оказалась Мария. Воин, как кошка, приземлился на ноги, как будто на нем не было громоздких доспехов, и приготовился напасть на Марию. Моя спутница сделала два шага назад, и дождавшись, пока противник будет пробегать мимо меня, я всадил ему клинок прямо между ребер. Он скорежился и закричал, а на меня хлынула красная струя крови. Продолжали звучать выстрелы мушкетов. Оценив обстановку, я выяснил, что сражение подходило к концу. Почти вся команда, на которую мы напали, была перерезана, но оставалось еще два воина, которые поняли, что силы не равны, и забежали на нижнюю палубу. Главарь охотников встал сбоку от прохода и взглянул на свою команду. Кто-то должен пойти и достать их оттуда. Наверняка они уже затаились и поджидают нас из-за углов, сказал он, медленно оглядывая каждого, как будто ждал, кто первым согласится пойти на риск. Все медленно подступали к проходу, в котором внезапно погас свет. Теперь игра пойдет по их правилам, подумал я, и тут же начал придумывать, как выманить их оттуда. В голову пришла лишь одна идея, и я не приминул ее озвучить. Вперед должны заходить двое, а позади кто-то должен держать факел. Мария взяла лампу, которая висела у входа. Готов? Она взглянула на меня и решительно направилась ко входу. Внутри я слегка поколебался, но подобрал с палубы заряженный пистолет и поднял кверху клинок. «Готов!» выдохнул я. «Но нужен еще кто-то!» «Я пойду!» сделал шаг вперед главарь охотников. Не теряя времени, наша троица начала входить внутрь. Мы медленно и практически крадучись шли по коридору, сдрагивая от каждого звука, которых было предостаточно из-за того, что судно продолжало плыть. Весь коридор был заставлен бочками и ящиками, за каждым из которых могла прятаться мгновенная смерть. Мария шла позади нас, освещая небольшое пространство. Слабого мерцания лампы было недостаточно, чтобы охватить весь коридор, который уже начал завершаться. Внезапно сзади меня послышался легкий скрежет металлической ручки, на которой висела лампа, и свет немного колыхнулся. Оборачиваясь, мы услышали легкое мычание Марии. Выпрыгнув из своей засады, один из врагов схватил ее сзади и приставил короткий ножик к ее шее. Одновременно с ним, так же неожиданно, справа выскочил его союзник, которого мне удалось увидеть боковым зрением. Он вылетел из темноты, пытаясь пырнуть меня ножом, но, вовремя среагировав, я схватил его за руку и, обхватив сзади, заломил, а главарь охотников приставил огромный клинок к его шее. «Отпусти ее!» грозно прорычал он. В ответ маленький человек начал что-то кричать на своем языке, которого я ранее не слышал. Мария была в опасности, а у меня от напряжения вдруг дико разболелось плечо. Долго мы удерживать равновесие ситуации не сможем. Державший Марию человек продолжал что-то кричать и требовать, как внезапно затрепыхался второй. Я не сразу понял, в чем дело, но тут увидел, как позади удерживающего Марию война появился тич и с размаху пырнул его ножом в затылок. Лезвие вместе с кровью вышло прямо изо рта, и охотник, стоявший рядом, незамедлительно проехал моему пленному лезвием клинка по горлу. Я отпустил бездыханное тело, и оно упало на пол. Мы продолжали стоять на тех же местах, пытаясь прийти в себя после напряженной ситуации. «Нужно обыскать корабль», потирая ладонью шею и переводя взгляд с трупов на нас, сказала Мария. «Корабль теперь мой», взглянув на тича, строго дополнила она. «А, зэр, я помню уговор», прокрепел Браун. Мария направилась ко мне и, снова взяв меня под руку, повела осматривать каюты. Вскоре она нашла то, что искала в одном из сундуков. Сверток. В дверях нарисовался охотник. «Тебе нужно взглянуть на это», сказал он, сверляв взглядом Марию. «Мы спустились в трюм, где вокруг решетки стояло несколько человек из команды. «Мария, посмотри», ухмынулся тич, увидев нас. «Теперь это часть твоей добычи». За решеткой прямо на полу сидел огромный темнокожий человек. Глаза его были закрыты, а все лицо было в ссадинах от побоев. Но он был еще жив, хоть и истощен. Мария подошла к решетке и спросила, «Как твое имя?» «Лорди». «Джон Лорди», с трудом сказал ослабевший человек. «За что ты здесь?» продолжила она. «Отказался убивать». «Ты был членом этой команды?» Человек только слабо кивнул. «Выпустите его и дайте воды. Не думаю, что он сейчас опасен». Выйдя на палубу, Мария отдала еще несколько распоряжений. Нужно было отремонтировать корабль, пока он не затонул, убрать трупы и как-то отплыть на нем в безопасное место. Из трюма вывели мистера Лорди и бросили на палубу. Мария подошла к нему и спросила, «Ты будешь служить на этом корабле под моим началом?» «Убивать не придется». Вероятно, он понял, что если откажется, то его ждет смерть. Марии он был нужен как человек, знающий этот необычный корабль. Он мог бы помочь в реконструкции, поскольку судно было в аварийном состоянии. Лорди оглядел всех вокруг и кивнул головой. «Отлично!» «Леонард, плывем в замок», дала последнее распоряжение Мария. «Здесь разберутся без нас». Напоследок она отдала сверток тичу. «Мы сели в гичку, и один из матросов доставил нас до берега, после чего отправился обратно на корабль. Примечание. Гичка. Легкая быстроходная грибная шлюпка с низким бортом. Конец примечания. Мы же держали путь прямиком в замок. В дверях замка нас встречали Арагона, сидевшая прямо на крыльце и ждущая хозяйку, и Карл. Мария распорядилась подать ужин в обеденный зал. Мы сидели за большим столом неподалеку друг от друга и ели прекрасно приготовленный ужин. В голове у меня крутилось лишь одно. Как Мария может совмещать такую роскошную жизнь и опасность пиратства и грабежей? Закончив трапезу, мы поднялись наверх, и я сел и расслабился на уже привычной для меня кушетке. Вдруг из спальни раздался голос Марии. Она звала меня. Зайдя в спальню, я увидел, что красавица сидит на кровати. «Подойди!» негромко скомандовала она. Я подошел ближе. Мария поднялась с кровати, обойдя меня, и вдруг резко толкнула руками в грудь. Я упал спиной на кровать, потом приподнялся и недоумевающе взглянул на нее. Она начала расстегивать пуговицы черной рубашки. Через мгновение этот предмет гардероба был на полу. «Ты все еще мой!» сказала Мария, стоя наполовину обнаженная передо мной. Потом она приблизилась, и еще через мгновение ее прекрасные губы покрыли меня поцелуями. Глава восьмая Сирены Я проснулся утром в постели Марии. Она спала, прижавшись ко мне спиной, накрытая одеялом, из-под которого виднелось ее загорелое плечо и татуировка в виде пумы. Это была одна из немногих ночей, когда мне не снилось практически ничего, и, как ни странно, я был этому рад и чувствовал какое-то облегчение. Но пока я продолжал лежать любой с прекрасным утром и плечом невероятной девушки, по спине которой струились черные волосы, мне в голову начали возвращаться уже знакомые мысли. Сначала они были едва уловимы, но потом все больше и больше захватывали мое сознание, поглощая сладкую реальность, из которой я не хотел выходить. Перед моими глазами всплыл образ картины, лежащей на песчаном дне среди обломков, водорослей и кораллов. Я не мог выбросить из головы золотистую рамку, торчащую из песка, и оружие, которое было изображено на этой картине. Пребывая еще в полусонном состоянии, я обратил внимание на комод, в котором Мария хранила кристалл, добытый мною в лабиринтах грота. Мне на память пришла волшебница Дестини, которая тоже имела обыкновение часто являться мне во снах. Я понял, что хочу лишь одного. Как можно быстрее отправиться к ней, чтобы узнать, где находится картина. Но стартовать прямо сейчас было бы как минимум неразумно. К тому же Мария обещала помочь мне в поисках. Вся надежда теперь была на нее. Я взглянул на девушку еще раз. Она слегка пошевелилась, а затем, просыпаясь, медленно развернулась ко мне. «Доброе утро!» «Ты уже проснулся?» Сонным голосом пробормотала она, не открывая глаз. «Угу. Доброе!» Я поцеловал ее в плечо. «Уже так светло!» Мария потянулась. «Сегодня возвращается моя мать. Нельзя, чтобы она видела тебя. Это может ее разозлить». «Мне нужно куда-то уйти?» Спросил я. «Нет, просто будь здесь и не разгуливай по замку», предупредила Мария и начала подыматься с постели. Она еще немного задержалась, сидя на краю кровати. Взглянула в окно, затем повернулась и дотронулась до моей руки. Потом хихикнула и встала. Неторопливо подошла к огромному шкафу, еще раз потянулась и начала одеваться. Через мгновение она была готова испариться из спальни и оставить меня одного. Так и произошло. Мария открыла дверь, в спальню мигом ворвалась Арагона и, пробежав круг по комнате, умчалась за хозяйкой. Дверь закрылась, и я вновь остался наедине со своими мыслями. Лежа на кровати, я вспомнил про больное плечо. Раздвинув пальцами бинты, я взглянул на рану. Как ни странно, она практически затянулась. Остался лишь красноватый рубец. И в целом, по сравнению с минувшими днями, боли практически не было. Кажется, вода в фонтане действительно обладала оживительной силой. Но почему тогда Мария набрала ее так мало? Нужно выяснить это у нее при случае. Дверь открылась, и вошла моя компаньонка. Матери еще нет. И, скорее всего, она прибудет вечером, сообщила Мария, прижавшись спиной к двери. Спустимся вниз. Там уже готов завтрак. Я поднялся с кровати и начал одеваться. Девушка взглянула на мои грязные и местами рваные вещи, оценив их, и поджала губы, как будто ее что-то не устраивало. Нам нужно приодеться, сказала она. Я лишь пожал в ответ плечами. Одежда – это последнее, о чем я вообще думал. Моя голова вновь была забита девушкой, стоящей передо мной, кристаллом, лежащим в сумке, волшебницей и картиной. Следующие несколько часов мы провели в обеденном зале за прекрасно приготовленной яичницей по рецепту господина Лолоне и за разговорами. Мария делилась историями из своей весьма насыщенной и интересной жизни. Некоторые из них меня даже шокировали. Мне также удалось узнать, для чего я эта живительная жидкость и почему ее так мало. Оказалось, что она нужна для ее матери, которая часто бывает во всевозможных сражениях. Жидкость придает ей дополнительных сил, но в больших количествах принимать ее нельзя, поскольку она может ускорить приближение старости. Позавтракав, мы отправились в город за новой одеждой. Мария провела меня по нескольким дорогим магазинам. Последний раз мне довелось видеть такую одежду на одном судне, которое мы с моей командой ограбили. Всю добычу мы тогда продали. Кто знает, как эти вещи попали сюда. Возможно, погибло много людей перед тем, как мы их увидели, но ни меня, ни Марию это совсем не волновало, и мы успешно обновили гардероб. Я обошелся новой рубашкой, бриджами, сапогами из мягкой кожи, которые на сей раз идеально подошли мне по размеру, и кожаной курткой. А вот Мария, в свою очередь, была готова скупить весь магазин. Она без конца примеряла разные вещи, начиная с мужской одежды, которая ей безумно шла, заканчивая женской, платьями и шляпками. Я видел Марию абсолютно в другом образе. Например, молодой обеспеченной графине. Чтобы доставить все ее покупки, нам пришлось нанять карету, которая отвезла нас в замок. Занеся всю одежду в комнату наверху и распихав ее по шкафу, мы услышали стук в дверь. Вошел дворецкий Карл, который сообщил Марии, что прибыла ее мать. Мария удалилась вместе с дворецким, и я вновь остался один, ждать ее тут, как она и просила. Через какое-то время вернулся Карл и попросил следовать за ним. Он провел меня по коридорам в другой конец замка. Я оказался на кухне. Дверь, ведущая в обеденный зал, была приоткрыта. По голосам я понял, что там была Мария, ее мать и еще кто-то. — Тебе точно нужен этот кристалл? — раздался голос Марии. — Да. Я уже с ног сбилась в его поисках, — ответила ее мать. — Он просто исчез с острова. Мы перерыли каждый его дюйм, но ничего не нашли. Придется оставить эту затею и заменить его другим, менее мощным кристаллом. Где он находится, мне тоже неизвестно, но я знаю, у кого это можно выяснить. Нужно собрать для тебя команду, поскольку ты должна отправиться за ним. Мне больше некому доверять, а путь лежит мимо владений сирен, и только женщина сможет с этим справиться. Я же поплыву в другое место за остальными частями, которых мне не достает. — Остальными частями? — подумал я. — Что еще нужно? Есть еще один кристалл? Нужно будет разузнать все у Марии как следует. — Команду я соберу сама. Корабль у меня тоже будет, но вот с вооружением туго. — Оставь что-нибудь в порту. Мы заберем, — сказала Мария. — Ладно, — ответила мать. — Джек! — Да, госпожа, — раздался мужской голос. — Снимите половину вооружения с одного из кораблей. — Слушаюсь, госпожа. Мать снова обратилась к Марии. — Что насчет моей живительной воды? — Мне удалось добыть один флакон. Но часть пришлось употребить мне, поскольку я немного пострадала. — Соврала матери Мария, выгораживая меня. — Не страшно. Вечером у меня будет званый ужин. Прибудут гости, очень влиятельные и опасные пираты. Я бы хотела, чтобы ты присутствовала. — Нет, у меня другие планы. Не проявив никакого интереса, ответила Мария. — Когда нужно отправляться и к кому? — спросила она. Вдруг позади меня раздался грохот посуды и железных кастрюль. Их уронила вошедшая на кухню молодая служанка. Дальнейшего разговора я не слышал из-за служанки, которая принялась шумом все убирать. — Я разберусь. — Послышался голос Карла за дверью. И через мгновение он вошел. — Прошу. Он жестом дал понять, что мне пора обратно. — Убери здесь все, строгим тоном сказал он молодой служанке. Карл привел меня обратно в комнату Марии и велел ждать ее здесь. Для чего он водил меня подслушивать разговор Марии с ее матерью? Из их беседы я понял, что она отправляет свою дочь узнать, где находится еще один кристалл и добыть его. А вечером в замок приедет множество опасных пиратов. Вероятно, ее мать поддерживает со всеми хорошие или деловые отношения, что позволяет иметь ей такую флотилию из кораблей и прочее богатство, да и просто оставаться в живых. В комнату вошла Мария. Я вздрогнул от звука внезапно распахнувшейся двери, но девушка этого не заметила. Арагона тоже проникла в спальню и легла на пол возле кровати, облизывая свои лапы. — Ты все слышал? — спросила меня Мария. — Примерно половину разговора, — ответил я. — Есть еще другие кристаллы? — Да, их всего три. — Один, самый могущественный, был уничтожен. Подробностей я не знаю. Второй у нас, а где находится третий, можно узнать у одного человека. Помоги мне добраться до него и добыть кристалл, и я отвезу тебя к твоей волшебнице, — сказала она, пройдя по комнате и сев на кровать. — Я превращаюсь в какого-то искателя кристаллов. Но мне нужно было помочь Марии, чтобы она помогла мне. — Где же находится этот человек? — Я покажу тебе на карте. Это очень загадочное место. Я была там однажды и давно. Мы проплывали мимо на корабле, и я единственная, кто выжил в тот раз. Ее рассказ меня не очень обрадовал, хотя где-то в глубине я знал, что легким делом это не окажется. Мать устраивает сегодня прием, на котором будет присутствовать много людей, и с некоторыми из них мне не хотелось бы пересекаться. Я сталкивалась с ними в море далеко, не при благоприятных обстоятельствах. К счастью, они не знают, что пришли в дом к врагу. — Нужно уйти отсюда до прибытия гостей. Джек, материн помощник, обещал сгрузить в порт оружие и боеприпасы, а мы посмотрим, на какой стадии находится ремонт корабля. Я выслушал Марию, и мы, взяв собаку, отправились в порт. Там мы дождались Джека, которому было поручено предоставить нам вооружение. Помощник матери Марии был невзрачной личностью. Он носил короткую бороду и шляпу с недлинным пером, грязную белую рубашку и множество мелких аксессуаров, которые отвлекали и мешали составить полное представление о его внешности. Джек должен был оставить все оружие в прибрежном сарае. Мы с Марией выкупили лодку и отправились в соседнюю тайную лагуну, которая находилась на острове. Там стояло на ремонте наше судно. В обед было пасмурно, но ближе к концу дня погода снова разгулялась, и наступил приятный теплый вечер. Мы плыли в лодке, любой из багрово-розовым закатом с оттенком фиолетовых, засыпающих над нами облаков. — Как романтично! — тихо сказала Мария, скрестив руки у себя на коленях. Ее голос был настолько грустным, что захотелось ее как-то приободрить или обнять, но я был занят греблей. Было действительно хорошо, я старался практически ни о чем не думать, пока это было возможно. Один прекрасный вид сменился другим. На двигающихся сумерках перед нами открылась лагуна, и я увидел корабль, стоявший на якоре. Волн там практически не было. Я увидел, что на судне кипит работа. На белом береговом песке лежало много бочек, досок и прочих материалов для восстановления корабля. На берегу среди пальм стоял тич, уперевшись руками в пояс. Заметив его, Мария предложила поплыть к нему. Стоя босиком на песке, он отдавал указания и следил за их исполнением. На берегу также имелось множество свежих могил, выкопанных прямо в песке. Видимо, погибшую команду захоронили здесь. «Как продвигается работа!» — приближаясь, прокричала Брауну Мария. «Сносно!» — ответил ей тич со своей привычной ухмылкой. «Мы выходили твоего нового питомца. Мистер Лорди оказался отличным плотником. Он очень любит этот азиатский корабль. Можешь пообщаться с ним. Он на палубе». Тич показал рукой на судно. Поскольку на берегу нам нечего было делать, мы отправились на корабль. Зайдя на борт, мы окинули хозяйским взглядом обновленную палубу, которая уже наполовину состояла из свежих досок. Всюду стоял запах древесины. На глаза нам сразу же попался мистер Лорди. «Госпожа!» — бодро и с акцентом прокричал он и неторопливо направился в нашу сторону. Вид у него был довольно свежий по сравнению со вчерашним днем, хотя на лице все еще были заметны следы от побоев. «Когда будет закончен ремонт?» взглянув на него, требовательно спросила Мария. «Почти все доделали. Завтра днем судно будет готово вновь отправиться в плавание. Не хватает лишь вооружения. Пушки были серьезно повреждены». «Об этом не беспокойся», — махнув рукой, сказала Мария и прошлась по палубе, оглядывая все вокруг и оценивая работу. На гичке вместе с рабочими и материалом к кораблю подплыл Тич и поднялся на борт. «Где охотники?» «Завтра днем мы отправляемся, и мне нужна команда», — обратилась к нему Мария. «Тогда тебе придется отправиться за ними в их логово», — пожал плечами Тич Браун. Мария нахмурилась и, постояв немного, сказала. «Что ж, без них команда будет неполной. Идем, Леонард. Наведаемся к ним в гости». С нашей лодчонки раздался лай Арагоны, который не удалось запрыгнуть на борт. Еще раз окинув взглядом корабль, Мария спорхнула вспускавшуюся лебедку и спустилась в лодку. Я же воспользовался веревочной лестницей. «Куда теперь?» — думал я про себя. «Что теперь?» Я вспомнил про сирен, с которыми у меня не было большого желания сталкиваться. Я не знал, чего мне ждать от этого путешествия. Оно могло оказаться последним в моей жизни. У меня не было желания объясняться по этому поводу с Марией, но где-то внутри меня затаилась тревога. Мы отправились из лагуны обратно в порт. Но в порту уже скопилось несколько пиратских кораблей, которых Мария испугалась, как огня, и велела немедленно поворачивать, чтобы никто нас не заметил. Нам пришлось сделать приличный крюк, прежде чем мы высадились на берегу. Добравшись до окраин города, Мария украла одну из лошадей, стоявших возле неприметной таверны. Я подсел к ней сзади, и мы поскакали в еще одно загадочное место в этих краях к дому охотников. Охотники обитали где-то в глубине лесов, и добраться до них было достаточно проблематично. Нам даже пришлось слезть с лошади. Очень сильно мешали ветки деревьев, свисавшие довольно низко. Даже орогоня в этих лесах приходилось не сладко. Светло-серый зверь с белоснежным подбородком вымазался буквально по уши. Лапы были черными, а из густой шерсти торчали ветки. Я никак не ожидал увидеть деревянный дом в такой глуши, и не мог отвести от него глаз. Уже стемнело. В окнах был виден свет, и мелькали силуэты людей. И как только мы подошли к дому на расстоянии десяти шагов, раздался выстрел арбалета, и в дерево возле меня резко воткнулась стрела. Я взглянул на стрелу, и на то место, откуда она предположительно была выпущена. Стоять! Кто там? На пороге дома стоял один из охотников с арбалетом в руке. — Свои! — недовольно ответила Мария. — Вы всех гостей так встречаете? — Обычно мы стреляем сразу в голову. — Утешил нас охотник. — Идите в дом. Мы приблизились к порогу и зашли внутрь. Арагоне из-за грязных лап пришлось остаться снаружи, и первое время она скулила и скреблась, желая попасть в дом. Обстановка была достаточно уютной для этих мест. Камин, свечи. В другой комнате я разглядел несколько кроватей. На полу было чисто, и мне стало интересно, как охотники добираются сюда по такой грязи. Возможно, они знают какую-то более пригодную для ходьбы дорогу. Главный охотник сидел за столом, на котором, помимо бутылок рома, лежал огромный жареный кабан. «Вы прямо к ужину», ухмынулся главарь. За ужином, поедая местами плоховато прожаренного кабана, Мария начала уговаривать охотников присоединиться к ее команде и отправиться завтра в путь. Охотники не особо хотели соглашаться, но Мария знала, чем их можно подкупить. В итоге даже я был готов отправиться за ней куда угодно. Особенно охотников заинтересовало диковинное оружие, которое могла им предоставить только моя компаньонка. Ближе к полуночи все детали были утрясены и мы решили выдвигаться. Поскольку лошадь была только у нас, а добираться из этой глуши было достаточно сложно, мы с охотниками договорились встретиться в порту завтра днем и двинулись в обратный путь. Скакать на лошади по ночному лесу было довольно неприятно и пару раз не по лицу даже хлестануло веткой. В чистом ночном небе возвышалась светлая и круглая луна, свет которой пробивался сквозь ветки, озаряя лесные тропы. Наконец ночная прогулка была закончена и вновь оказавшись на окраине города мы поскакали к тому месту, где бросили лодку. Мария предложила переночевать на корабле и мы отправились обратно в лагуну. Ночью в море было довольно холодно. Быстро захотелось спать. Но вид корабля, к которому мы приближались, немного приободрил меня. С палубы раздавались стук и звуки, сопутствующие строительству. Зайдя на борт, мы увидели, что Джон Лорди продолжал работу даже ночью, заставив трудиться нескольких матросов. Остальная команда спала в гамаках в дальней части корабля. «Мистер Лорди действительно влюблен в этот корабль», произнесла Мария, когда мы остались наедине в каюте капитана. «Я тоже любил свой корабль», с грустью пробормотал я. «Как и любой капитан, каковым мистер Лорди не является». Каюта капитана совсем не пострадала от минувшего боя. В ее обширном пространстве располагался стол капитана, шкаф и множество всяких мелочей, которые меня сейчас не интересовали. Я продолжал думать о своем затонувшем судне, и легкая обида начала захлестывать меня, еще больше обостряя мои воспоминания об утрате. Особенно на меня давило то, что я был бессилен и не мог вернуть свой корабль, к которому привык за долгие годы плавания. Единственное, что меня утешало, это то, что я был не один. Мария отвлекла меня от горьких воспоминаний, подкативших комом к горлу. Сон и усталость окончательно навалились на меня тяжким грузом, и мы заснули на очень маленьком диване, находившемся в каюте, уютно расположившись на нем в обнимку. Проснувшись, я какое-то время прислушивался к стуку молотков, теряясь во времени и пространстве. Открыв глаза, я был ослеплен светом из окна. Уже рассвело. Голова Марии лежала на моей руке, и мне безумно не хотелось ее беспокоить. Я попытался еще немного поспать, но тут с палубы раздался грохот. Арагона, лежащая возле нас на полу, негромко гавкнула, как будто спрашивая, что там за шум. Мария вздрогнула, подняла голову и некоторое время пыталась понять, что происходит, а сориентировавшись, недовольно плюхнула с головой обратно. Окончательно придя в себя и выйдя на палубу, мы увидели Джона Лорди, который продолжал работу в окружении практически всей полусонной команды. «Мистер Лорди, вы вообще ложитесь?» спросила у него Мария. «Доброе утро, госпожа!» Повернувшись к ней, с акцентом произнес он своим глубоким голосом. «Я поспал несколько часов, но нужно было укрепить шкало на мачте». Он посмотрел наверх, показывая туда рукой. «Что с оружием, госпожа?» «Примечание. Шкало. Пластинка, прикрепляемая к нижней мачте парусных судов. Конец примечания. Нужно забрать его в порту. «Но мне туда нельзя покасоваться», озадаченно ответила Мария. «Продолжай работать». Мария принялась обдумывать, как ей попасть в порт незамеченной, и тут мне в голову пришла идея. «Давай переоденем тебя. В каюте есть шкаф. Нужно посмотреть, осталась ли там какая-нибудь одежда, пригодная для маскировки». Мария недоверчиво взглянула на меня, оценивая мой план, но в итоге молча согласилась. Мы вместе вернулись в каюту и заглянули в шкаф. Там имелось пышное черное платье и широкая женская шляпа, полями которой она закрыла лицо. Можно было отправляться в порт, своеобразное осиное гнездо, куда она лезла за медом, которым являлось оружие. К середине дня корабль был готов к отплытию, и мы направились в порт. На нашем судне присутствовали практически все, кто участвовал в недавнем нападении. Не хватало лишь окотников, которые должны были ждать нас в порту.